Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» в студии Ирины Чекуновой. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 300-190. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня у меня в гостях, скажу вам, интересные люди, которые будут представлять новую общественную организацию, которая появилась у нас в областной столице. Итак, эрей Кирилл Алексеев, духовный наставник братства Александра Невского, председатель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель епархиальной комиссии по физической культуре и спорту. Член общественного совета МВД России по Тверской области. Вот так вот долго вас, отец Кирилл, представляю. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл Андреевич Челтыгмашев, руководитель братства, Александра Невского. Здравствуйте. Здравствуйте. В прямом эфире братство Александра Невского. Давайте мы с этого и начнем. Что это такое братство? Это общественная организация, я так поняла, да? Да, совершенно верно. Которая регистрируется, да, соответствующим образом, да? И почему такое название? И давно ли вообще вы существуете? На слуху как бы еще нету вот такого названия братства. Раскалачи. Давайте я отвечу. Официально мы существуем два с половиной месяца. Всего? Да. Да. Но организовались как братство мы уже год. Это в августе прошлого года было. Почти год. Почти год, да. Почему братство? Ну, потому что у нас, мы думали, как лучше назваться, это лучше всего подходит именно братство, потому что у нас такие семейные отношения со всеми, как бы, то есть как большая семья, дружная большая семья. Вот поэтому братство. Вот у нас здесь представлено, что называется, такое сильное половину человечества, такие вот крепкие ребята. А женщину тоже принимаете в это братство? Или у вас только исключительно мужчина? Пока только мужчина. Пока только мужчина. Хорошо. Как вы определились, для чего, для чего, ну, создается в Твери очередная общественная организация? Кстати, она Тверская или по всей Тверской земле? Давайте я на этот вопрос. Отвечу. Организация создана по благословению Владыки Амбросия. Вот. И для чего? Ну, прежде всего, как духовный наставник, у нас есть цели духовные. Это цели созидательные, цели объединительные. Мы объединились вокруг веры Христовой, вокруг православной церкви, чтобы идти вместе, бок о бок, этим путем созидать и друг друга поддерживать. Взаимовыручка, взаимопомощь, помощь ближнему. То есть, духовный рост совместный, духовное совершенствование через конкретные дела, через конкретные поступки. Ибо вера без дел мертва. Да, вот вы говорите, духовное совершенствование, да, ну, человек, который поднимает сам себя духовно, он может быть через книги, да? Вот здесь вот конкретные дела через хорошие книги, да, через хорошую музыку. Здесь же у вас через веру вы познакомились в церкви, да? Да, совершенно верно. И через книги, и через музыку, и через пение. А самое главное, что нас объединяет, это таинство церкви, что нас роднит. Глава церкви – Христос. И вот таинство церкви, святое причастие, мы все православные христиане, исповедуемся регулярно, причащаемся. Это нас объединяет и делает нас единой церковью, единой семьей, настоящим братством по духу. Как вы вообще друг друга вот так увидели, Кирилл Андреевич? Вот как вот вы по комплекции, да, что вот этот человек подойдет братству Александра Невского или как? Да нет, это не важно, то есть он крепкий парень, там, либо такой не очень, ну, у нас все, то есть ребята разные вообще, и физически крепкие, и не особо физически крепкие, то есть все разные вообще. Главное, что вот нас объединяет церковь, у нас такой некий регламент есть, ну, православные, что были ребята, вот, это получается вот братство Александра Невского, это такое добровольное объединение прихожан храма Александра Невского. Вот. И через это братство многие, кто приходят, также становятся прихожанами этого замечательного храма. То есть одно за другим. Да, но есть и филиалы, будем так говорить. Сейчас возникают у нас в других районах Тверской области также братство Александра Невского, ну, ответвление от нас. В Торжке недавно. При храмах тоже, да? При храмах. В Торжке, вот, например, при Михайловском храме, вот, в Кашине в ближайшее время. Да, такой некий филиал. Открыли Торжов, Конаково, Кашин. Пока вот три города. Ну, я надеюсь, что у нас региональная организация, правильно, да? Я надеюсь, что мы охватим весь регион, вот, и везде будут такие организации, которые будут наполнять храмы Божьи молодыми людьми, перспективными. Средний возраст нашего братства – это 30-40 лет, но есть ребята, которым по 16, есть ребята, которым по 50, вот. Вот, но все мы объединены общей целью, вот. Главное, чтобы еще человек был в душе молодым, да, мы, может быть, и к 60, а человек, который и себя совершенствует, не знает границ. Это служение традиционным ценностям, служение вере Христовой, любовь к Родине, любовь к Отечеству, созидание. И вот вокруг этих целей мы и объединяемся. А вот по физической подготовке, у нас за физическую подготовку Иван Алексеевич отвечает. Физическая подготовка – это как, заниматься и самим, и кого-то привлекать, а мы сейчас, в последнее время, больше говорим о том, чтобы молодежь наставить, что называется, на путь истинный. Потому что уж больно много соблазна, и особенно те, кто сидит в интернете постоянно, а враг не дремлет, и голову молодого человека он пытается занять именно своими идеями безидейностью, чем угодно. Поэтому здесь борьба-то идет у нас за молодых в основном, да? Что это за физическая подготовка в братстве? Мы занимаемся на улице спортом. У нас есть определенные залы свои. С Федерации бокса Александр Арбузов нам помогает в этом. Александр Арбузов, да, здесь постоянный гость у нас. То есть вы непосредственно с Федерацией бокса взаимодействуете? Взаимодействуете, естественно, да. С Федерацией сам бы так же взаимодействуете. Также у нас нет уровня там, без разницы, какие люди могут приходить к нам заниматься спортом. То есть это и в зале, и на улице, да? Конечно, нигде, да, какие. У нас пробежки, турники, бокс, футбол. Здорово. А во всяком случае сейчас, потому что вам всего два с половиной месяца, мы говорим о занятиях на улице. Но ведь настанет зима, это тоже, да, предусмотрено. Это может быть, могут быть и лыжи, а может быть что угодно, да, и тот же самый зал, да? Окей, да. Тренажерный зал. Тренажерный зал, да? То есть вот перед эфиром говорили, что качаете железо, то же самое, да? Да, очень. Да, занимаемся тоже. Любит качаться, да. Что это важно. А еще, ребята, вы сегодня говорили, что ребят привлекают характерные футболки, да, братства Александра Невского, Тверское славянство. Вас узнают в том числе по этой, скажем так, униформе? Ну да, потому что Тверское славянство, это у нас чат такой есть в телеграм-канале, то есть там очень много людей, но многие далеки от храма, и поэтому вот видят нас на улице, когда как бы узнают, подходят, интересуются. Вот, и таким путем как-то мы их приглашаем в храм прийти, просто даже не на службу, просто прийти, посидеть, чеку попить, пообщаться, познакомиться. Люди приходят, приходят, и тем самым вот некоторые остаются в храме. Но, которые видят мимо вас на улице, вот это не то, что вы прохожие, вы занимаетесь. Мы занимаемся, да, то есть мы в том же чате, там, можем спонтанно просто списаться, там, ребят, кто есть свободный, пойдемте позанимаемся. То есть у нас нет там конкретного какого-то вот графика по тренировкам на улице. Там раз, там, отозвались человек 10-15, собрались в определенном месте в парке в каком-то, вот занимаемся спортом, как бы показываем своим видом. То есть вот люди, ну, действительно, внимание обращают, смотрят, какая-то компания людей, вроде крепкие, все трезвые, вот на спорте подходят, интересуются, да. Кто такие? Кто-то уже узнает, ну, то есть узнают нас кто-то из своих, там, кто из чата подходит. Вот кто-то вообще, люди, которые не слышали о нас, ну, вот, вот, внимание обращают, так вот, знакомимся. Ну, существует регулярные тренировки, конечно, на базе Федерации бокса, в спортшколе, на проекте. Там и в зал вы этот посещаете, да, вот, который мы сегодня вспоминали. Тверское славянство, это такое начало, вот, у нас сообщества в Телеграме и сообщества ВКонтакте. И там мы выкладываем всю информацию. И у людей, которые далеки от этого, они, вот, допустим, заходят туда, и у нас пост, там, тренировки стабильные по субботу, по субботам по боксу, и служба в храме по воскресеньям. И у человека, которого мы не знаем, у него есть возможность прийти в храм, допустим, на тренировку и познакомиться с нами. А мы уже там, ну, общаемся, в общем, знакомимся. Понятно. Но, может быть, вот, отец Кирилл, может быть, кого-то не то, что отпугивает вот то, что вы занимаетесь, что это организация при храме, может быть, кто-то задает вопросы или не решается, что вот таким людям можно сказать? Ну, мы с ними общаемся, мы всегда открыты для диалога, готовы дать ответ вопрошающему человеку, находящемуся вне церковной ограды. Мы их не отталкиваем ни в коем случае. Мы, в чем, допустим, заключается наше служение? В том, что мы стремимся преуспеть. Друг с другом, бок о бок, вместе преуспеть, стать сильными, стать успешными. Вот. Тем самым, вызывая у других людей, да, может быть, не православных, там, людей, там, иных конфессий, уважение, а может быть, и восхищение. Вот. То есть, мы создаем некое преимущество. Трудясь, занимаясь в какой-то сфере деятельности, занимаясь социальными какими-то делами, добрыми делами, через спорт, через какую-то еще деятельность, мы стремимся к успеху. Люди обращают внимание. То есть, прежде всего, личным примером. Личным примером. Проповедь, как бы, вот, личной жизнью, личным примером. И человек уже смотрит, ему интересно, как мы живем. И если ему с нами по пути, он делает этот выбор или не делает его. А сколько уже, вот, сходит ваше братство людей? Считали? Именно в братстве у нас на данный момент 42 человека. 42 человека. В братстве, то есть, вот, те, кто при храме. То есть, вот это вот большая, большой чат, тверское славянство, у нас в контакте, там уже 600 с лишним человек. То есть, а именно братство, те, кто, вот, входит в братство, так сказать, вот, 42 человека. Относительно социальной помощи, вот, отец Кирилл сказал, это тоже немаловажно, да? Тем более, сейчас в непростое время страна переживает. Кому-то какая-то адресная помощь. Собираете ли, вот, как сейчас, вот, как бы, это очень важно, гуманитарные посылки в зону специальной военной операции? Да, да, обращаются ребята, у каждого есть такие, ну, знакомые. Там нужно то-то, вот, мы собираем денежку, отправляем, они покупают. Ну, чаще всего это адресная помощь. Вот. Также вот храм Александра Невского, братство и все прихожане, мы взаимодействуем с боевым братством, с Евгением Калекиным, который регулярно отправляет гум-конвои в зону СВО. И помощь молодым мамам, оказавшимся в кошмарных обстоятельствах. Там многодетным, там разные бывают ситуации у людей. Этим у нас занимаются наши прихожанки, ну, и подключают ребят, когда это необходимо. Когда необходимо сделать какой-то ремонт или что-то там помочь, там, физически, когда требуется какой-то труд. Вот. Или, может быть, иногда скинуться, там, как-то материально помочь, что-то купить. Вот. Даже вещами. Вещами. Да, да, тут мелочей-то не бывает. Я знаю, что вы планируете, да, возвратить армейский рукопашный бой. Да, вы знаете, у нас в свое время очень успешно развивался этот вид спорта в области. Вот. Сейчас как-то это дело затихло. Вот. Существует на базе военной академии, но в области, в общем, клубов и секций армейского рукопашного боя нет. А вид спорта очень хороший. Он через него очень хорошо готовится к службе в армии. Вот. И после службы в армии для людей хорошо поддерживать форму. Он простой такой, очень практичный, то есть для самообороны, что называется, для жизни. Вот. То есть более прикладной такой, чем... Не все же могут быть профессиональными боксерами. Не все могут быть профессиональными борцами. Но каждый мужчина должен уметь за себя постоять. Каждый мужчина должен не просто себя защищать, но быть защитником отечества, защитником ближних. Вот. И вот занятия рукопашным боем, они именно учат даже не защищаться, а защищать. Поэтому и вот рукопашным боем могут заниматься многие. Вот. В той или иной степени каждый может научиться защищаться. Вот. Быть через это уверенным в себе. И быть готовым, если надо, то и свои навыки, свои умения. И самое главное, свою подготовку. Вот. Значит. Положить на алтарь Отечества для каких-то высших уже интересов. Угу. Но здесь вот, если мы рассмотрим сквозь призму нашей повседневной жизни, здесь вы можете осуществлять реальную подготовку молодежи к службе в армии. Да? Да. Что важно. Что... Да. У нас нет уровня физической подготовки. У нас может любой прийти и заниматься с нами спортом. Угу. И это важно. У нас есть различные ребята с различным опытом. Ну, прежде всего, конечно, это представители федерации бокс-тренера, которые вообще первые вот откликнулись. Это, можно сказать, стояли у основания нашего братства. Вот. Есть борцы, есть специалисты в разных дисциплинах. Вот. В том числе и в смешанных. Я думаю, что в ближайшее время мы реанимируем федерацию армейского рукопашного боя в Тверской области и на базе воинских частей и откроем, будем открывать клубы и в Твери, и в области. В ваших сериалах, которые уже сейчас образуются. Проводить соревнования. В общем, и массово готовить молодежь, молодых людей, да и зрелых людей, кто пожелает, поднимать их на защиту отечества, чтобы они через тренировки закалялись не только как бойцы и рукопашники, но и, прежде всего, духовно, как войны православные. Уважаемые друзья, вот, возможно, некоторые зададут вопрос, заинтересуются. Несколько слов про храм Александра Невского. Хотя мы уже упоминали об этом неоднократно в наших программах. Храм этот, такой же точно храм, был построен в конце XIX века в честь Александра III. Он был посвящен Александру Невскому. Александр Невский был небесный покровителем императора, он его очень почитал. Когда произошло крушение поезда, мы помним, что Александр III, император, он был очень физически сильный. Он на своих плечах удержал крышу поезда и спас свою семью и прислугу. И, ну, он это не в себе, не себе в заслугу вставил, а все это, как бы, он считал помощью свыше, помощью его небесного покровителя Александра Невского. Там, где сейчас находится храм наш, там была железнодорожная слобода, вокзал, жили железнодорожники. Они тогда очень хорошо зарабатывали, как сейчас летчики, ну, даже больше. И вот они скинулись и построили такой вот храм. Там служило два священника, диакон, вот. Но во времена лихолетия, в конце 20-х годов, храм этот, священники были арестованы, подверглись репрессиям, храм был закрыт, купола снесены и был переоборудован под склад, а далее под магазин. Вот, наверное, вы застали уже, когда в начале 80-х годов вот это вот здание было разбито гирей. Да, да, да. Вот. То, что от него осталось. Когда разбивали, увидели осколки фресок, там что-то еще поняли, что это церковь была. И, по-моему, сейчас вот в 10-м году, я, наверное, не ошибусь, я скажу, что в 10-м году было начато восстановление такого храма. В 15-м году храм был уже открыт, вновь воссоздан вот такой же точно по виду храм в честь стого благоверного князя Александра Невского. А несколько лет назад, по благословению владыки Амбросия, мы привезли туда мощи Александра Невского. И храм стал, вот, вы знаете, с этим моментом, с привозом мощей наполняться именно почему-то мужчинами. Вот, да, вот, и мой вопрос не случайно. Братство объединяет мужчин. Да, приход такой оказался, мужской. Чего не скажешь о многих других храмах, вот, где, ну, ходят одни старушки. Ну, вот, как-то вот Александр Невский стал собирать народ, потом вот образовалось и братство. И как-то все вот само собой, вот, вы знаете, такое создается ощущение, что он среди нас находится незримо. И всеми вот этими процессами управляет. Вот, как будто он до сих пор княжит. Здорово. А ваша сила, энергия, ваша вера, она вообще должна помочь нашему городу, да, если вы управляемый, что много что нужно решить. Я знаю, что у вас даже в планах есть создание дружины, добровольной народной дружины, да, вот, что принято было на крупных предприятиях. Что раньше было, как бы, повседневным? Это помогало сотрудникам милиции тогда? Вы знаете, этот вопрос обсуждается. Мы сейчас с прихожанами мониторим, кто бы желал. Вот, вызвалось, по-моему, уже пятнадцать человек из братства. Вот. Ну, все это будет делать, делаться под, значит, руководством правоохранительных органов. Конечно, да. Будет все с ними согласовываться, вот, и им в помощь для охраны правопорядка. Ребята, вот, что на ближайшее время, какие планы? Всего два с половиной месяца. Вы только-только на ножке, что называется, встаете, да? Куда можете пригласить жителей нашего региона, и чтобы они посмотрели на вас и пришли в храм? Ну, вот, ближе... На службу. И на службу, конечно. В первую очередь, на службу, конечно. То есть, многие думают, может быть, что мы какое-то закрытое там братство. Нет, мы открыты вообще абсолютно для всех. Всех приглашаем в воскресенье. Каждое воскресенье на службу. После службы у нас чай, беседа, общение, знакомство. А так вот у нас ближайшее мероприятие. В пятницу, да, по-моему, мы едем в Нилову пустыню. В субботу, значит, будет открытие Верхневолжского крестного хода. Мы занимаемся организацией этого мероприятия совместно с правительством Тверской области. Ребята поедут, будут волонтерить. Я с ними. И, значит, накануне мы в Нилову пустыню заезжаем, и там на следующий день 40 километров оттуда исток Волги. И вот будем проводить это замечательное мероприятие. Всех приглашаем, да? Всех приглашаем. Вообще возможностей много. То есть мы постоянно выкладываем пусты. Можно на турники приходить, там даже вот пообщаться с ребятами, на бокс прийти на тренировки, на службу в храм прийти, на велосипедах там ребята собираются кататься. То есть возможностей куча вообще. Недавно ездили в Москву бойцовский клуб Александр Невского, такой известный. Это известные бойцы. Приезжали Дима Арышев, блогер Максим Дивнич приезжал с нами познакомиться, побеседовать. Вот тоже как бы о дальнейшем развитии, о взаимодействии. То есть бывают такие поездки интересные. Бывает, собираемся ездить на какие-то бои. Там наших вот бойцов известных, там Леша Папин ездили поболеть за наших. Потом куда мы ездили? ЦСКА. ЦСКА-арена. ЦСКА-арена, там были большие соревнования по боксу, ездили болеть. То есть такие вот выезды бывают у нас. Ну то есть лето все будет насыщенным, да? Да, лето. Вы как-то сами определяете, да, вот если вот не таких значимых событий? Да, есть такие как кураторы проектов, ну то есть ответственные люди, вот допустим, есть ответственные за тренировки, ответственные там за православные мероприятия. И вот ребята там как-то вот думают, предлагают варианты. Вот что же там рассматриваем. То есть возможностей познакомиться много. Тверская трибуна еще у нас вот открылась. Да, хотел сказать. Тверских спортсменов. Такой проект запускаем сейчас. Ага. Это именно тверские спортсмены, да? Да. Кстати, спортсменов много в братстве? Вот именно которые вот, ну у вас понятно, что тренировки. У нас вот про трибуну проект такой хотим запустить. Он ассоциирует. Вот просто болеть за тверских спортсменов. То есть неважно по какому виду спорта, главное объединить молодежь, чтобы консолидироваться могли, общаться, знакомиться. Именно не Твери, а даже Тверской губернии всей. Да это конечно, это безусловно нужно, потому что дети, школьники, подростки, ну в основном за компьютером проводят время, и куда это приводят, мы, к сожалению, это видим. А насчет детей еще. Отец Кирилл, я знаю, что у вас крестная школа при храме. Да, у нас есть воскрестная школа, в воскресную школу ходят в том числе и наши дети, дети тех людей, которые в братстве, у нас много многодетных, вот. Проводим для детей всякие мероприятия, связанные с церковными праздниками, с историческими событиями. Очень тесно взаимодействуем с реконструкторами, с историками. Их тоже вот будем привлекать в ближайшее время для просвещения, для молодежи. Очень тесное взаимодействие у нас сейчас вот планируется с императорским палестинским православным обществом. Вот, ну это для тех ребят, кто хочет дополнительно получить какое-то образование, какую-то информацию, знания. Вот, с Ириной Николаевной, вы, наверное, с ней знакомы, да? Вот, с Аксеновой. Вот. Тоже там у них, они создают как бы молодежное крыло вот этого движения. Мы будем вместе все, то есть вот объединяемся. Все, в общем, занимаемся тем, что консолидируем общество наше к общему благу. Слушайте, это замечательно. Мы, я думаю, с такой силой мощной, как вы, мы придем все-таки к светлому будущему, что называется. Россия окрепнет только от этого. Воспитание молодежи, в духе православной культуры, вот, воспитание молодежи, чтобы умели консолидироваться. Здоровый образ жизни, как в плане физическим там и духовного развития. Патриотизм тоже, потому что патриотизм сейчас-то важную роль такую тоже играет. Это должен быть здоровый, реальный патриотизм. Сейчас очень много всякой подмены. Да, ну, как бывает, заменяют квасным просто патриотизмом и непонятно, что. Уважаемые друзья, ну, скажи, программа подходит к концу. Кроме как, а храм, где можно почитать? Мы говорим, ссылочки какие. Мы укажем их, конечно, в эфире, когда будем монтировать программу. Можно найти, набираем, да, братство Александра Невского, да? Вконтакте сообщество есть. Тверское славянство называется. Тверское славянство, и там можно к нам выйти, да? Тверское славянство, да? А так, это храм, это храм Александра Невского по воскресеньям, да? В воскресенье, да. В десять часов? Да, храм именно на привокзальной площади. В девять часов. Привокзальная площадь, уважаемые друзья. Смотрите, у нас какая мощная сила на ваших глазах зарождается. Спасибо вам огромное. Благ вам всех. И чтобы у вас все получилось, спасибо. На доброе здоровье. Всего доброго. Спасибо. Уважаемые друзья, Будьте здоровы. До свидания. До свидания.